К концу недели из затопленного Орска стала уходить вода. Зато прибыла рядом с Оренбургом. Здесь река Урал поднялась до уровня 1129 сантиметров. А вот у Путина прибыл Лукашенко, задержавшись аж на два дня. В четверг Путин провел очное заседание Совбеза. Челядь посадил подальше от себя, быстро раздал распоряжение и шмыгнул к Бульбафюреру, которому наврал, что атака энергосистемы Украины — это ответы на удары по скрепным НПЗ. Отметим, что страсти по бензоколонке накрыли даже главу Пентагона Остина, который зачем-то посоветовал Украине выбирать другие объекты для ударов, озаботившись возможным повышением цен на энергоносители. То ли его подставили и начали готовить к отставке, то ли промахнулся сам, но это высказывание уже стало объектом для резкой критики. Глава МИДа Литвы Габриолю Сланцбергес заметил, что во время Второй мировой союзники с открытой душой бомбили нефтезаводы Германии, не заботясь о ценах на нефть. На фоне затягивания принятия Конгрессом США пакета помощи Украине, без которого оборона в СССР может посыпаться, щадящие инициативы главы Пентагона приобретают тухлый запашок. Между тем, после рашистских ударов по энергосистеме Украины от тепловой генерации Украины осталось менее 20%. В случае полного уничтожения ТЭС в стране будет доступна только базовая генерация, то есть атомные электростанции. При этом построить защитные сооружения на таких огромных объектах генерации просто невозможно. Украина буквально кричит о нехватке систем ПВО для защиты. Европарламент в четверг отказался проголосовать за аудит бюджета Европейского Совета, пока лидеры ЕС не найдут для Украины семь систем ПВО. Правда, сами парламентарии признают, что вряд ли это давление будет результативным. Все это происходит на фоне отчаянных заявлений Зеленского, которые находятся на грани исчерпания легитимности, чем уже пользуется Кремль, обеспечивший имитационную легитимность своему главарю. Заявление «если США не даст помощь, Украина может проиграть» из уст главнокомандующего прозвучало как грубый шантаж. Правда, Зеленский попытался выправить ситуацию и заговорил о наличии некоего плана контрнаступления, но общее впечатление уже сложилось и не в пользу киевской власти. Безусловно, Зеленскому надо было давно распустить коррумпированную КВН-администрацию, но он и сам погряз в этой трясине на радость Кремлю, который уже формулирует спецпаттерны для фашистской паствы. Зеленский диктатор и нелегитимный самозванец. Понятно, что на взятии Украины Кремль не остановится. Сейчас Путин рассказывает Лукашенко о том, что русская угроза – это чушь, нужная правящим кругам, чтобы объяснить и оправдать свои расходы на войну в Украине. Но сам уже прикидывает, куда ломанется после того, как переварит непокорную соседку. И фокусируется на Молдове и Северном Казахстане, походя, прощупывая настроение в Польше и странах Балтии. Его пропаганда пашет на полную катушку. В телеящике рычат отморозки, в интернете дивизия псевдопозиционных опарышей жрет мозги потребителей инфожвачки. В глобальном масштабе кампании по дезинформации проводятся уже при помощи искусственного интеллекта. Фабрики троллей остались в прошлом. При этом объем и изощренность российской дезинформации ощутимо растут. Европа готовится к столкновению. Боррель предупреждает, Столтенберг наращивает, Макрон посещает место строительства порохового завода в Бержераке, который планируют запустить уже в 2025 году. Главы МИД Великобритании и Франции заявляют о необходимости возродить Антанту, очерчивая контуры будущей войны с Россией. А информационная война уже идет. Ее цель через влияние на восприятие и поведение стран НАТО усилить недоверие в западных обществах и подорвать их моральный дух. По сути, Россия уже ведет военные действия против Запада, атакуя мозги, но пока не прибегая к методам активных боевых действий. Времени масса, деньги есть, да и здоровье Путина позволяет играть в долгую. Мифы провокатора Соловья о болезнях вождя отработали свое и выброшены на помойку. Противостояние с Западом будет нарастать потихонечку, с плавным натяжением, как любит маньяк Путин. На Ближнем Востоке война может выйти на новый уровень после того, как Иран проведет акцию отмщения Израилю. Еще один пылающий конфликт безусловно выгоден Кремлю. Экс-премьер Британии Борис Джонсон предупреждает об опасности блокады финансирования помощи Украине в Конгрессе США. Ситуация мрачная, а задержка ужасна. Путин хочет взять под контроль всю страну. Если это произойдет, я думаю, это будет абсолютной катастрофой для Запада, катастрофой для Америки и для любой концепции американского лидерства. Думаю, что это будет более масштабное поражение, чем Вьетнам, потому что НАТО после 75 лет успеха впервые потерпит неудачу в Европейской войне. В Кремле и правда считают, что по-настоящему действовать против Запада еще не начинали. Другой вопрос, можно ли закидать Европу старыми ракетами и тухлым пушечным мясом, въехав на ржавых гусеницах в условные Берлин и Париж. Ценность жизни у европейцев поднялась настолько, что страх перед войной превращает ее в неизбежность. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова